Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Авориан, и в прошлой серии мы смотрели на галактический Wi-Fi, собрали небольшую, ну, по меркам Авориана, да, это небольшая в целом цепочка производства процессоров, и то она не полная, да, некоторые товары мы не производим, покупаем на торговых станциях, и потом с торговых станций покупаем при помощи галактического Wi-Fi на В общем, заводы наши, и Wi-Fi работает отлично, мне понравилась очень такая система, без кораблей, без каких-то грузовых шаттлов, всё классно продумано, единственное, что не очень удобно, то, что станции расталкивают друг друга, то, что нельзя всё это дело вообще в комплекс соединить, вот в идеале, и там, кстати, мода есть на комплексы, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то я читал, вот, но это такое дело. В любом случае, Wi-Fi работает хорошо, процессоры производятся, денюжка зарабатывается потихоньку, и я, по-моему, ещё не на записи, если не ошибаюсь, построил одну ещё дополнительную торговую станцию, вроде бы в прошлой серии я только одну поставил, решил поставить вторую для того, чтобы дополнительный приток золота был, И, к сожалению, здесь столько золота, платины нет, и здесь платины тоже нет, а платины сейчас как раз не хватает. То есть, одной из шахты недостаточно на... Где у нас эта шахта? Это медная. Где вторая? Вот вторая. Одной из шахты драгоценных металлов с производством платины и золота недостаточно. Ну как, как бы достаточно, там работа идёт, но просто немножко тормозится процесс создания процессоров, тормозится процесс создания процессоров. Мне нравится. Я поставил на эту фабрику ещё дополнительно сборочные модули, чтобы ускорить производство, и сейчас, конечно, производство идёт весьма-весьма хорошо. Мы какую-то часть денег уже, ну, какое-то количество денег заработали, какую-то часть денег отбили, потраченного на это всё дело. Единственная проблема была в том, что я, когда... Я опять оставлял Авориан на ночь, когда спать ложился, я забыл включить покупку полупроводников на заводе по производству процессоров с торговой станции. И поэтому те полупроводники, как раз которые были закуплены на миллион восемьсот, отработали своё дело, да, мы какую-то прибыль получили с этого, и дальше завод простаивал. Но, с другой стороны, забивался другими материалами. И когда я утром встал, посмотрел, что непорядок какой-то, поставил покупку, и как раз процесс пошёл. И мы собрали здесь что-то за утро 3000 процессоров довольно быстро. Я ещё 10 тысяч докинул с торговой станции. Здесь какая-то из торговых станций тоже процессоры покупает. Почему? Потому что я руками продаю процессоры по 11 тысяч с копейками, там, максимум. Это 40, там, процентов... Ну, 140, получается, процентов от... Не от стоимости, да? Ну, в общем, 40-процентной прибыли. Но на заводе, учитывая наценку сектора и ещё базовую стоимость, которую я могу повысить, мы продаём по 14 тысяч. То есть региональный спрос 30% добавляет, и коэффициент базовой цены ещё 40, и получается всё-таки не 11, а 14 тысяч. Поэтому я такой... Хм... Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Если я, интересно, поставлю на минус 20, цена упадёт как раз вот эти 10, 11, даже 12, если мы вот по нулю будем... Хм... Давайте попробуем просто чуть ниже поставить стоимость. Если продавать по 14 тысяч, то вот эти 13 тысяч процессоров это 180 миллионов. Вот так вот сходу, если их купят. Давайте процентиков на 5 снизим, может быть. Их покупают. Я цену не менял за ночь и 65 миллионов заработал с этой станции. То есть тут покупка и идёт. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, да? Но всё-таки идёт покупка. И станция не забивается, потому что тормозит весь процесс именно производства платины сейчас. Можно, конечно, попробовать поролить торговую станцию. Вдруг повезёт и создастась торговая станция с платиной. Но в этом я уже смысла не вижу, если честно. Короче, дело идёт. Деньги идут. Всё хорошо. Это мы оставляем, в принципе, как есть. Оно уже работает. Оно всё уже настроено. Хорошо. Ну, более-менее хорошо пока что. Пока с какими-то другими проблемами я не столкнулся. Есть ещё периодические сообщения о том, что где-то что-то заполнен склад какой-то. И тут уже я разбираться что-то... Я даже не знаю, что тут можно сделать, если честно. Да, вот нету для нефти, нету места для пластика. Тут забиваются как бы склады. И можно было бы эти склады увеличить, но они всё равно забьются. Ускорять процесс производства, там пластика, того же можно сборочные модули туда поставить. Сборочные блоки эти. Но смысла нет, потому что всё равно как бы завод по производству процессоров забит товаром. Не хватает только пластика. Всё остальное, как бы не фу ты пластика говорю, только платины. Всё остальное как бы в достаточном количестве и так идёт. То есть тут в идеале ещё нужно просчитывать скорость производства каждого товара. Это... Ну, чтобы совсем было хорошо. Да, но это морока. Это морока, которой мы заниматься не будем, и я в этом смысла пока что не вижу. Корабли вроде бы летали всё время хорошо. Никто не застревал. Вот это... Первый. Похоже. Но... По-моему... Не-не, он вроде летит просто медленно куда-то по своим делам. Да, тут есть ещё такие запинки в этом плане. Вот уже перестал лететь. Мы ему можем помочь. Можем его так легонечко подтолкнуть. Если очень хочется. Но я даже не знаю, надо оно ему или нет. По-моему, если я улечу из сектора, то никаких проблем здесь не будет. Все будут летать чётко, идеально, без каких-либо проблем. Давай, давай, вот так. Оп, подтолкну тебя и давай, лети... Не в ту сторону только. Сейчас, сейчас. Сейчас мы его с этой стороны подтолкнем ещё вот сюда и наверх. Давай, р... Оп, давай. Полетели! Вместе со мной. Ой, кажется, я ему пол корабля уже снёс. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Чёрт. Показалось, что он летел. У него двигателя, может, уже не осталось. После моей помощи. Так. Сейчас мы его вот так вот... А, не-не, летит, летит. То, может, я на самом деле своим кораблём умешаю. Он пытается меня облететь. Ну да ладно. Тут, как я уже говорил, пока меня в секторе нет, то проблем тоже с трафиком никаких нет. Вот. И идёт движение, покупка, продажа. Ну и, собственно, за ночь... Я... Сложно сказать, сколько я заработал, потому что торговые станции закупают огромное количество всякого разного хлама, который продавать потом у меня нет никакого желания. Вот здесь у нас на двух торговых станциях лежит по 10 тысяч процессоров. Это... Это куча денег. Это куча денег. И пусть они, наверное, полежат пока. Может быть, нам на сегодня 200 миллионов этих хватит. Ну и плюс ещё здесь тоже, да, 180 миллионов. Ну и здесь, в принципе, по сотке считайте. Так что деньги есть. Мне уже просто лень продавать всё это дело. А как ребята советовали там поставить на автоторговлю, мне не нравится, как здесь реализована автоторговля. Не хочу. Проще, мне кажется, ручками раз прилететь и продать, и всё и забыть. Чем настраивать эту автоторговлю, а потом перенастраивать, когда товар там закончится. Ну, короче. Вот, и... Сегодня мы, наверное, полетим снова в центр галактики. Будем обживаться потихонечку там. Единственное, что давайте первым делом купим на станции оборудование... А, у меня, по-моему, есть одна глушилка ещё я покупал. Нет глушилки. А, да, я купил две и поставил две... Правильно. Давайте куда-нибудь сюда прыгнем. И поставил две опять в этих секторах, чтобы здесь можно было летать с торговых станций, товар забирать и перепродавать. Купим ещё глушилок этих. Жалко их только по две. Купить можно на станции. Нельзя так сразу пачку за раз. Ну, и торговые станции, затаренные товаром, потихонечку какую-то там прибыль тоже приносят. И прибыль, в основном, наверное, идёт именно от потребления станции товара. Не туда. Торговать оборудованием. Ой-ой-ой. Дальность, откат. Двадцать три. Какая вкусняшечка. В принципе, это тоже можно купить. Да и это можно купить, слушайте. Хорошие темы. Да и вот это вот грузовое... Улучшение грузового отсека в процентах сейчас очень-очень хорошее. А, тут даже три. Неплохо. А то я по два покупал всё время. Так, хорошо. Полетели в центр. Сейчас надо, наверное, взять ещё пару кораблей с собой будет. Я хочу построить, может быть, ещё один завод по производству турелей. Посмотреть, какие ещё... Ещё... Опять же, вот это банально такой рандом. И строишь эти заводы, ролишь, ролишь, строишь, ролишь, чтобы получить наилучшие орудия. С одной стороны прикольно, а с другой стороны... И, вроде, не сильно. Единственное, что да, надо сразу... Верф найти. Так, там пираты. Давайте глянем, что там. Разбомбили они верфь или нет. О, процессор продал процессоров на 11 миллионов. По-скромному. Ну, всё равно. Надо будет ещё тоже посмотреть... С... Торговых станций процессоры. Продают или нет. Вот была верфь когда-то. Да. Ну, да ладно. Пираты её таки смогли разбомбить. Где у нас ещё здесь верфь поблизости? Блин, нигде верфи нет. Проще написать будет в поиске, да? Да. Так, прыгаем. Давайте, наверное, вот сюда. Тут чуть ближе. Будет. Я бы хотел какие-то хорошие лазерные орудия в первую очередь. И закупиться ими так, чтобы, может быть, не на один корабль, не 16 орудий, да, чтобы по бокам поставить, а... Миллион. Чтобы флот абаддонов сделать. Я всё ещё настроен сделать флот абаддонов. Для этого нам надо будет, наверное, Академию ещё построить. Тоже момент интересный. Посмотрим, как она будет работать. Будет ли... Тут ещё тоже есть некоторые станции, которые хотелось бы посмотреть, будут ли они какие-то деньги приносить нам. Поэтому сейчас посмотрим, когда будем строить. Построить корабль. Давайте. Станция. Экипаж плюс капитан. Это будет у нас... Просто 0.1. Давай. Так. Построить корабль. 0.2. Экипаж. Станция. Капитан. Тоже два корабля можно только построить здесь. Да. Наверх по два корабля. Окей. Может быть, я ещё сюда. Залечу. В принципе, тролльные заводы по 30 миллионов стоят недорого в целом уже, да, по теперешним меркам. Мы можем позволить парочку заводов построить себе. В секторе и посмотреть, какие турели там будут получаться. Будет ли там что интересного. Так. По-моему, станции здесь это и не было, да? Построили. Корабль. Создание станции. Так. 0.3. Построить корабль. 0.4. Хорошо. И сейчас два кораблика достроятся. Отправлю их в центр. Где там центр, кстати? Уже непонятно, где центр, потому что столько всего. Вот. Вот здесь центр, да. Вот здесь центр. Уже, конечно, на карте так. Все сложнее и сложнее ориентироваться, потому что все сливается воедино. Ну, понятно. В принципе, тут все вот эти станции из последнего раздела работают так же, как и торговая станция. Просто ассортимент товаров другой. Из рандомного этого самого, да? Точнее, из определенного ассортимента выбираются рандомные товары на каждой станции свои. Вот. И мы там на заводе истребителей скидки получаем какие-то, да? На этом тоже по производству турелей тоже скидки получаем. А все остальное в целом бесполезное. И 20% прибыль с каждой сделки, это когда другие игроки покупают что-то. Вот это, да. Вот, может быть, если в онлайн-версию играть, да? Именно в мультиплеере. Выносить станции NPC, ставить свои станции. Чтобы другие игроки торговали через твои станции. Это может быть реально интересно. Вот, если так посмотреть, да, то игра совсем по-другому будет восприниматься в мультиплеере. Может, даже интересно было бы. Так, ладно. Всплески подпространственных сигналов надо валить на свалку. Одна вот эта, наверное. Я сейчас буду пока валить. Они сейчас здесь выйдут эти зотанцы. Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Ну, давай. Свалка так долго загружается. Маршрут этот. Ну, камон. Вообще. Вообще. Блин. Мы загрузимся сегодня. Так, это астероидов найти кто-то не может. Блин. Появилась небольшая группа. Она появилась, наверное, в том секторе, да? Где мои корабли были. Ну, и небольшая группа, ладно. Если бы большая была... А, нет, они здесь появились. А, ну, да. Совсем небольшая группа, совсем небольших кораблей. С... Никаким уроном. А, ну, кстати, смотрите, они выбили пушки этому товарищу. Он сбил одного, а ему выбили пушки. Что довольно интересно. Ну, сейчас, да. Второй добьет тут всех без проблем. Сколько у них? 13 тысяч амикрон. Ну, это никуда не годится, конечно. С таким уроном. Ну, это вот 220. Ну, понятно. Не видать мне свалку. Так, пока мои корабли там летят к центру, давайте мы посмотрим... Да, им еще долго лететь. Посмотрим на... Какой-нибудь сейчас жилой модуль построим. Или военный аванпост, может быть. На котором будем тренировать... Точнее, клонировать, а не тренировать даже... Экипаж для нашего флота будущего. Посмотрим, как это работает. И сколько денег придется за это все отдавать. Так, строить станцию. Да, тут, в принципе, подходящих более-менее по смыслу вариантов. Или жилой комплекс. Или же... Или же... Или же военный аванпост где-то был. Я, наверное, построю военный аванпост, потому что он более дорогие товары покупает. Их можно будет потом продавать, если вдруг чего. Единственное, что... Ну, в принципе, да, нет. Построим, наверное, военный аванпост. Он по умолчанию с отключенными... С отключенной покупкой товаров, да? А, он не продает. Да, он... Да, надо будет вывозить потом самостоятельно. То есть, тут, если все вот это вот закупят, то надо будет вывозить. Давайте посмотрим. Сейчас мы сделаем нашу стандартную станцию. Строить. Так, где там у нас... Вот тут, вот тут, вот так. Пусть будет, в принципе... Нет, мы это точно удалим. Все остальное, в принципе, пусть будет как есть. И посмотрим, что там по вместимости получается. Ну, так, скромная вместимость вполне. Много тут не наторгуем. Взрывчатка, в принципе, неплохо идет. Бронежилеты неплохо идут. Военные катушки. Продавать их надоело мне, если честно. Наземная техника неплохо идет. Но, да, наверное, мы здесь покупать ничего все-таки не будем. Я не буду включать вот эту вот штуку. Это будет просто у нас станция для клонирования. Давайте смотреть, как будет все это клонирование работать. И блоки Академии у нас появляются... Академия? Разве Академия? Да, Академия. Так, подождите. Вот. Сначала Академия, а потом клонирование. Правильно? Давайте из более дешевого триньума построим Академию. Сейчас глянем, что тут по статистике показывает. Вместимость Академии пока что 0. Нам надо будет тоже здесь каюты экипажа поставить такие. Немаленькие. Поэтому разместим их где-то. Так хорошо стояло, мне понравилось. Вернись обратно в этот. Внутрь. Вот сюда. 2000 человек экипажа. Наверное, мне будет этого экипажа маловато. Здесь, наверное, надо построить все-таки побольше. О, так. Так. Сделаем сейчас здесь более жилую такую станцию. Сколько? 5000? Нет, 5000 тоже мало. Нам надо 1010. Может быть, даже больше. Платить им, конечно, тоже всем придется, правильно? Деньги немаленькие. Но... Посмотрим. Будем скупать сюда всякий полезный персонал. Так. И... Вон уже 10 тысяч есть. Ну, 10 тысяч тоже как бы не так много. Хотя, с другой стороны, это 10 тысяч наклонированных профессионалов будет. Поэтому, может быть, это как раз нормально. Вот так вот еще сделаем. Жилой такой блок. Окей. 13 тысяч. Требуется энергии гораздо больше. Сейчас сделаем. Давайте энергии из... Ксаниана. Разместим здесь генератор где-нибудь. По-моему, хорошо сюда становится. Что там получается? Да, производим уже довольно много энергии. Но нам, наверное, еще понадобится. Что значит по академиям? Где там она у нас? Блок академии. Академия вместима сейчас 189 человек. Ну, может быть, большая именно академия нам не нужна будет. Нам, может быть, надо будет именно блок клонирования. Давайте на него посмотрим. Как он будет работать и что там как с клонированием будет. Клонирующая способность. Тысяча. Давайте вот так вот 2000 клонирующие способности сделаем. И теперь надо посмотреть, сколько же здесь экипажа-то надо. Давайте переместимся. И... Надо, наверное, сразу посмотреть, чтобы прикинуть примерно... А, всего лишь 50 инженеров. 99 механиков. По-скромному. Давайте переместим 50... 50... 41 неподготовленного, 50 подготовленных. Вот этих тоже 50 переместим. Получается... Получается... Так... Итак... Пилоты нам, в принципе, не надо. Нам надо... Всегда будет много механиков, всегда много инженеров. Нам надо будет... Наводчиков я перемещу. Хотя бы давайте 10 человек. Кто еще у нас из полезных есть? Вот эти тоже... Дополнительно сейчас закинем. Одного, может быть, генерала даже. Вот так, чтобы они тоже там клонировались потихонечку. Капитан третьего уровня тоже давайте возьмем... Сюда. Так, хорошо. И давайте смотреть... Смотреть. Переместить. Приказы. Нет, не то. Наймем, может быть, еще вот этих вот ребят. Шахтеры нам, наверное, уже не понадобятся никогда. Никогда, никогда. Так. И... А у нас нет никакого меню там клонирования. А, наверное, сейчас. Так. Надо перейти на станцию. И теперь через П у нас вот здесь. Во, вот так. Меню клонирования, точно. Я помню, что-то же где-то было. Вместимость 237. Капсулы клонирования. Клонируют членов экипажа на вашем корабле. Новые клоны не обучены. Блин. А я думал, как раз они обученными их делают. А, ну вот че. Так, а... Клоны просто членов экипажа каких-то случайных, или... Как это работает? Вместимость 2000. Не хватает энергии. Эффективность 20%. Так. Не, подожди. Там че-то много мы на это, да? 2037. Вот так. Энергии все равно не хватает. 1%. То есть это... Нет, я все равно не совсем понимаю, как это работает. Давайте сейчас... Что у нас тоже не хватает энергии. Добавим еще... Генератор. Вот сюда. Производимое... Ух ты! А нехило так. Требуется. Реально нехило. А-ну-ка. Ну вот так уже чуть лучше. Капсула клонирования расходует всю энергию. Вроде бы все. Порядок. Энергия начала восстанавливаться. Платить экипажу каждые 3 часа. Академия. Одновременное обучение 189 человек. Тренирует неподготовленных, превращая их в специалистов. Они не могут исполнять... Давай всех заберем. А, всех мы не заберем. Тут 40 человек всего. Эмм... Эмм... Да. Тут... Тут все профессионалы. Вот я их думал наклонировать и натренировать. Но кого мы тут будем клонировать, непонятно. Ну, тут все 7% мы скоро узнаем. Кого мы тут наклонировали, да? Две тысячи. Окей. Допустим. Так. Тут тоже все, походу... Хотя, вот 33 есть человека. А что, кстати? Тут профессионалы. Здесь профессионалы. Все профессионалы. Куда ни плюнь. Где профессор? Ну, ладно. Когда доклонируются, мы посмотрим. Здесь же, на этой станции, и истребители будем делать. Если я захочу боевых истребителей сделать флот, то можно будет блоки сборщиков поставить и... Клепать тут истребители. Так. Вот наклонировались простые балбесы. Короче, понятно. Мы клонируем не просто каких-то вот этих вот, да? Как у нас... Как тут прямо написано? Членов экипажа на вашем корабле. То есть мы никого из них не клонируем. Мы просто получаем... Незанятых ребят. Ну и теперь можем, да? Раз-раз... Занять их... Какими-то полезными. Потренировать на более полезные должности. Ну... Клонилка непонятно зачем. Вот эти две тысячи, в принципе, человек я могу довольно быстро на станциях набрать. Они там по 200 человек продаются. Ну, нанимаются, да? Ну, может быть, если очень... Ну, тоже, да, мы... Вот этих вот еще 40 человек не натренировали. Надо именно академию больше делать. Клонилка-то такое. И мы можем, получается, задать ей сразу там 10 тысяч штамповать. 10 тысяч, да? И по 2 тысячи она будет клепать, клепать, клепать. Ну, может быть, да. Может быть, если так. Если надо прям большущее количество. А тут мы можем, кстати, задать... Ага. И по 40 человек... Нет, не по 40, по 180, и они будут тренироваться. Короче, давайте тогда сделаем еще больше именно академий. Где у нас... Может быть, такие академии будут лучше. 400 человек в академии сейчас. Ага. Они, короче, ни на что не влияют. Блок академии этот давайте поставим тогда такой. Объединим и сделаем... Еще вот такую, наверное, часть. И потом еще... Чуть-чуть наверх, вот такую часть. И что у нас получается? 800 человек в академии. Ну, может быть. Может быть, да. Теперь мы можем по 800 человек тренировать. Давайте... Ну, выставим... 600 вот этих пусть натренируются мне. Тоже там... Три сотни наводчиков я, допустим, хочу. Дальше заказать еще можно. По идее, да, я могу запланировать. Да, 800 вот этих вот еще добавить себе там, к примеру. Десантники... О, у нас опять не хватает. А, ну да, мы академию-то поставили. Правильно, не хватает. Десантников тоже можно, наверное, попробовать. Я даже не знаю, сколько. Ну, давайте. Чисто для... Ради науки. Короче, посмотрим... Сотку вот этих. А, все, закончились пока, да? Ну, окей. Надо будет просто прилетать сюда периодически и смотреть, что здесь происходит. Давайте поставим модуль, наверное, на энергию. У нас много модулей всяких разных уже насобиралось. И на энергию нету. Серьезно? Ну, красного нету, да? Давайте, может, желтый есть. Вот. Да, есть желтый. Требуется... Производимое, да. Хватает энергии с головой. Ну, хорошо. Хорошо. Начинаем увлекательную тренировку. А, кстати, вот тут интересно. Процесс общий. Мы сейчас 600 получим человек? Или те... Сколько там их? 70 тренировалось поначалу или сколько? 6 процентов здесь пошло. А, тренировку, да, смотрите, не от количества людей зависит. Какая-то странная. Или это они по одному тренируют? А потом... Следующего будут столько же тренировать и так далее. Ну, тоже интересно будет посмотреть. 13 тысяч мест у нас есть еще. 10 тысяч мы займем. Да, все в порядке. А 2000, получается... Экипажи ушли в никуда. Не считаются за то, что они на станции присутствуют. Тоже как-то немного странно, но ладно. Пойдет. И тут еще тоже интересный момент. Будут ли они обучаться на этой станции? По идее, должны обучаться. Ну, посмотрим. Ладно, там прилетели уже наверняка корабли. К центру галактики. Пошли посмотрим, что с пушками мы будем делать. Где у нас... Попрыгали, короче, потихонечку. Построим сейчас пару турельных заводов. Деньги еще есть, да. Посмотрим на орудия. Блин, красивый здесь сектор все-таки. Возле центра галактики. Этих я товарищей на следование поставил. Давайте мы сейчас переименуем, наверное, вот этот вот турельный завод. Там, в принципе, есть неплохая рельса. Поэтому мы его оставим пока что. Здесь я поставил тоже глушилку. Где-то она там вон вдалеке висит. Мы можем с ней связаться. Еще 9 часов глушилки осталось. Надеюсь, пираты за торговым каким-то кораблем сюда не прилетят. И так, значит, да. Переименовать пока летят товарищи ко мне. А то у меня станция называется 444. Я все время забываю, что это такое. Так, давайте создаем новый турельный завод. 30 миллионов сливаем в никуда. И смотрим, что с него получится. Конструирование турелей. Поехали. Да, как ребята советовали, смотрим в первую очередь именно на стоимость базовой турели. Чтобы немножко проще было. Ну, с демонтажными понятно. Как солиновые нам совсем не интересны. 74. Как солиновая. Независимый выбор целей. Нет, это она сама стрелять будет. Тут наведения нет на ракетах. Да, я вот с ракетами еще не разбирался. Где искать их наведения? Сами ракеты. С наводкой или чисто по прямой будут стрелять? Ну-ка, что получается? Ну, все равно такое как бы. Ладно, ремонтная турель мне, по-моему, вообще не надо. Я даже не знаю, что с ней можно делать и зачем она надо. Так, так. Нет, понятно, что ремонтировать, да? Я как бы к тому, что это не очень полезно. 12 миллионов. Так, опять такая. Торчащая. Все торчащая. Рельса трешечка. Торчащая. Да. Лазерная. Блин, вроде как... А, нет. В ДПС по слоту. Никакой. Посмотрим на всякий случай. Зеленая. Тесла. Давайте разгоним. А, стоп. Теслы. Нет, мы Теслами не пользуемся. У Тесл дальность действия вообще печальная. Тем более плазма... Блин, я вот не знаю. С сопротивлением это надо по-любому, чтобы два типа оружия на корабле было. И для корабля это нормально, два типа оружия. А вот истребители... Хочется, чтобы истребители были... Такие... На все случаи жизни. Но, наверное, придется делать... Пополам, пополам с одним уроном, пополам с каким-либо другим. Уроном, чтобы хоть что-то дамажило. Но, вот этот вот завод мне не очень нравится. Мы его... Демонтируем. Где он там вообще? Вот он маленький. Прощай. Завод. Давайте посмотрим на этот завод. Создать станцию. Турельный завод. Окей. Не торговать. Конструирование нас интересует. Опять вот эти мы пропускаем. Что у нас тут? Где у нас? Ну, вроде тут я не вижу, да? Автонаведение какого-то, поэтому... Еще одна рельса. Давайте глянем, сравним. 24 тысячи разовый урон. 3000 ДПСа. А, нет. 6000 ДПСа. 6 блоков пробивается. Дальность двадцатка. Время охлаждения. В принципе, такое. 10 секунд. 5-10. Два слота занимает. Та тоже на два слота была всего лишь. Ну, тут надо, короче, будет сравнить с той. 6045. 6 блоков. Давайте посмотрим сразу. По идее, это дороже, значит, она будет лучше. Ну, тут ДПС больше, разовый урон больше. Те же 6 блоков. Тоже охлаждение. Да. Тут... Это пока неинтересно, эта турель для нас. Это плазма. Плазму, наверное, я не хочу. Лазерная опять же такая, которая не очень... Ну, которая не вертится, не крутится. Куда нам такая, да? Что там? 5. 7. Хочу точечную оборону, тоже лазерную. Обязательно. Молниевая. За десятку. Ну, молниевая у нас была там хорошая где-то на... Намного ДПС. Так, что-то... Если с первым заводом нам повезло сразу, да? Там была хорошая турель одна. То здесь пока... Все тухло. Этот завод мы тоже разбираем. Так, выбираем все и уничтожаем. Еще две попытки у нас есть. Создать станцию. Да, по деньгам еще есть запас небольшой. Турельный завод. Стоп, не строить. А... Сначала... Конструирование. Конструирование. Коаксиальная рельсовая нам... Неинтересно. Лазерная турель. Давайте сейчас глянем. Не, ну вот лазер этот лучше в два раза, чем... Тот, который у меня самый хороший был. Так что это можно оставить. Все-таки тут... Практически на тысячу ДПС и больше. Дальность 7, в принципе, нормальная. Ого. Правда, да. Время перезарядки просто... Нереальное. Ну, может быть, они не будут все 40 секунд стрелять. Правильно. Ну, ладно. Это, в принципе, можно оставить. Что еще у нас тут интересного есть? Это у нас болтер. Болтеры, наверное, я не хочу. Больше, чем хочу. Так, короче. Смотрим только лазерную. Смотрим рельсу. Смотрим молнию. Они прикручены. Нам такие неинтересны. Еще одну лазерную. Да. Это можно, в принципе, оставить. Давайте переименуем этот завод. Где он у нас, интересно? Вот этот 05. А, это военный аванпост. А это у нас... А, да. Он, наверное, выглядит будет же правильно. Вот таким вот образом каким-то. Это не заводы правильно все. Где-то маленькие. Турельный завод. Это у нас... 0,2. Лазер. Давайте, наверное, сразу на этот лазер... Первым делом, наверное, сделаем чуть... Размером побольше эту станцию. Так. Наймем здесь персонал необходимый. Нанять экипаж. Так. Вот этих можно парочку взять. Окей, 60 лишних человек у нас здесь. Надо запомнить, сколько здесь надо. 80. 90 человек. Так. Хорошо. И у нас есть еще одна попытка. Может, что получится интересного. Но пока давайте мы сразу, как я и хотел, добавим вот эту вот турель в лазерное. И нам надо именно с наведением 1000 ДПС мы получаем, практически, да, добавим в себе в закладке количество ресурсов, которое нам надо строить. Стоп. Подожди. Да, ну что ты будешь делать? Создать станцию. И последняя попытка. На сегодня. Слишком близко к другой станции. Давай. Мчись. Мчись. Турельный завод. Отлично. Ну-ка, порадуй меня, пожалуйста. Так, демонтирующая неинтересная. Опять же. Урон. Перегревается. Вроде никакого самонаведения нету, да? Как я понимаю. Рельса. 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 49 миллионов. Это может быть что-то интересное. 5 блоков. Пять блоков. По-моему, та лучше рельса все-таки. У той 7000 дпс на слот идет. А, это 4 слота занимает. А та всего 2. И с такими же характеристиками практически. Такая нам турель не надо. Импульсная. Импульсная. Что там? 3 миллиона. Плазма нет. Нас интересует... О, лазерная за 100 тысяч. Без урона вообще. 28 молниевая. Давайте посмотрим. 9 тысяч. Да? Уменьшение к урону. Так, хорошо. Дальность двадцатка. У нас там где-то около 10 тысяч дпс у молнии Вейтуре. Надо, наверное, на нее посмотреть. Сходить будет 40 тысяч. Разовый урон. Скорострельность 0.7. Блин, черт запомнишь. Все эти характеристики. Ладно, давайте посмотрим, что еще у нас тут есть. Да, лазерную мы смотрели. Добывающие нам все эти не надо. Уже у нас все есть, в принципе. Болтер так-то. Может, конечно, если Болтер был бы каким-то просто сумасшедшим в плане там урона, да, я бы, может быть, и взял бы его. Так, это точечная оборона. Где обычная лазерная? Что-то я... Что-то я... А, это она, да. Понял. Опять же, вкрученная. Не интересно. 19 за Теслу. 2 и, опять же, лазерная. Да, ну... В принципе, молниевая тут кое-какая есть. Кое-какая. Ну, на самом деле, у меня есть все, что мне надо. Молниевая турель, рельса и этот... И лазера. Я думаю, вот с таким набором мы и будем работать. Надо сейчас посмотреть, будет взлетать к той молниевой. Рельсу, это 100% лучшая рельса, а вот молниевая была очень похожая. А вот и... Это молниевая турель. Разовый урон у нее меньше. В 2 раза практически, да. Ну, ДПС там чуть-чуть ниже, как бы разница тут небольшая. Но базовый урон меньше. И... Вот эти параметры совершенно другие. У той... Время до истощения, да, 200 секунд. И... Время перезарядки тоже порядка 200 секунд. Тоже такой интересный, как бы, выбор. Необычно. И, наверное, я выберу все-таки ту молниевую. У нее и разовый урон, так... Не придется часто долбить, да, и она перегреваться, по идее, не будет. Ну, так, по идее. Так что, да. В принципе, орудия выбраны. Теперь осталось... Да, надо пойти вернуться сюда на станцию и... Экипаж нанять на ней, чтобы она не развалилась. О, как невыгодно. Продали процессоры с торговой станции. Я очень редко вижу, когда именно торговые станции продают свои процессоры. Они чаще их там потребляют по чуть-чуть. А вот именно чистых продаж... Ну, это почти ровно по 10, да. Они примерно по такой же цене и покупают, на самом деле. Я прибыль получаю, потому что я по 11, по 11,5 продаю. А они там, если и дешевле получаются, у них то совсем-совсем... Еще партию? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да... Реально, вот обычно просто не закупают там 10 тысяч процессоров на каждой станции. Они там лежат, очень долго лежат. И я просто их потом сам забираю и вывожу. Ну ладно. Это ерунда, хотя бы... Ну, в минус мы не идем, и то хорошо. И давайте теперь посмотрим на новое оружие. Первым делом лазерные сделаем. Где там конструирование турелей. Лазерные, которые мне в целом понравились. Я на 10 собрал материалов. По деньгам должно как раз хватить. И, может быть, еще нас что-нибудь хватит. Так, десяточки сделали. И теперь хотелось бы посмотреть лазерную точечную оборону. Наверное, мы здесь же ее и закажем. Сейчас посмотрим, что на нее надо. Кристаллы... Ну, в принципе, все то же самое на самом деле. Надо было просто забрать в большем количестве. Я что-то просто по поводу... Этой... Точечной обороны не подумал сразу. Но возьмем. Сейчас закажем тоже. Четыре штуки. Я хочу 10 лазерных. По, получается, по 5 с каждой стороны. И по 2... Стоп. По 6. 12 надо, да? Оу, черт, точно. Надо 12. Что-то я как-то просчитался. Короче, чтобы было по 2 точечные обороны. С... Вот здесь и здесь. С каждой стороны. А все остальное... Лазерными боевыми. Занят, чтобы было. Так, делаем еще 2 лазерных. С 900 ДПСом. И делаем как раз точечную оборону еще... Четыре штучки. Четыре? Хватит нам четыре? Ну, я думаю, пока хватит. Это чисто для этого... Для аутентичности. Можно было бы еще больше поставить, да? Ну, как бы сзади там где-нибудь. Потому что у нас, если здесь будут стоять, то... Сзад у нас, в общем-то, открыт. Блин, давайте, наверное, еще возьмем. Так, так, так. Конструирование турелей. Точечная оборона. Лазерная. Сзади 2 штуки где-нибудь поставим еще. Потому что с торпедами иногда страшно бывает. Особенно если без непроницаемого щита. Окей. Теперь. Теперь, наконец-то, давайте посмотрим... На... Вот это вот все. О, это надо снять. Так. И заменим вот эти вот блоки. Поставим их из авориана, конечно же. Заменим полностью вот эти вот. Давайте, наверное, скопируем вот этот блок. Ставим этот блок. Удалим вот это вот все. Кстати... Не, пойдет. Нормально. Размер останется. Поставим, да, авориан, база для туреля. Стоп, а что они не удалились? Что там, что там, что там? А-а-а... Да-да-да. А теперь удаляйся. Можно симметрию включить. Это не симметрия была. Симметрию включить, говорю. Теперь удаляем и делаем пошире. Квадратную. Три на три. Вот так вот. Красиво. Красиво. Ну, в целом... Пойдет. Можно... Нет, разве что еще меньше. Да, все равно нет. Три на три, короче, будет вот так. И делаем в остальных местах так же. Надо было посмотреть на нашу боевую мощь. Изначально. Поставим одну сверху. Где-нибудь вот так. Где там середина. Блок из завори она надо. Запросто. И здесь я поставлю ее маленькой. Крохотной. Чтобы ее и видно особо не было. Корпус. Так. Цвет, я надеюсь, там не поменялся. Агонитовая плазма. Нам не интересно. Блок... Да, цвет поменялся. Стал какой-то... Слишком черный. Ну и где-то вот здесь снизу тоже... По идее, да. Отлично. На случай, если сзади будут торпеды лететь. Вот. И теперь нам надо... Изменить внешний вид турелей. Как мы это делаем? Войти в редактирование... Туреля. Конкретно этой, да. Это надо каждую турель теперь... Загрузить. Из мастерской. Оу. А, вот турель. Хорошо. Уменьшить. О. Да, слушайте, мне нравится. Вот прям хорошо зашло. Единственное, что... Да, надо ее опять будет сейчас переделать. Та не сохранилась моя, которую я делал. Турель. Хотя, может быть, даже менять ее не будем. Просто подкрасим. Фух. Вот. Пришлось каждый блок выделять. И на каждый блок загружать турель. Но... Выглядит сильно. Выглядит сильно. Давайте полетим сейчас с кем-нибудь. Повоюем. Посмотрим на эти турели. Что у нас на корабле сейчас, значит... Огневая мощь 16 тысяча микрон. Да, не густо. Не густо. Ну, я еще пушки передние поснимал, потому что слотов у меня не хватало. Сейчас все это дело перезарядится. Полетели куда-нибудь, где попроще пока что. Это у нас, да, чисто декоративные орудия, по большому счету. И все вот эти лазерные... Они у нас точно будут на... Да, вот здесь. Так, болтер, это хлам, который тут остался. Это будут на нолике. А, на нолике не будут, на девяточке. Так. Лазерная... Это точечная оборона у нас, да? Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Точечная оборона. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать лазеров, да. Это у нас будет стоять чисто на... В режиме обороны. Так, хорошо. Полетели. Куда мы там? Куда-то упрыгиваем подальше, где с этим уроном мы сможем что-то сделать. Ну, или хотя бы где нас не выпилят моментально. Как здесь в центре. Так, 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 так. Давайте вот куда-то вот в эту сторону. Там какие-то пиратики вон виднеются. Пойдем. Посмотрим на боковые залпы. Это вот то, ради чего строился абаддон. Потому что вот этот вот боковой залп из довольно крупных таких орудий, которые стоят вот каждый в своем слотике, выглядит очень круто. как в Еве, так и, собственно, здесь должно быть. Где у нас? Давайте вот куда-то сюда. Да, далеко. Давайте сюда. Тут просто корабли, верфи нет вражеской. А, там рядышком может быть верфь, где-то вот здесь. Нету. А, есть верфь. Подождите, и здесь верфь есть. Я просто не заметил. На белом пишется я красные надписи искал. Так, ну что, пиратики. Давайте мы вас как-то сагрим. Где там верфь? Пойдем сейчас по верфи долбанем. Пираты, собственно, должны будут сагриться на нас. Плюс еще подкрепление. Там прилетит все дела. Да, мы тут сможем верфь раздолбить. По-быстренькому даже. Сзади зеленые. Мне, конечно, не очень нравится. Так. Вот этот залп лазеров. Потрясающий. Так, как бы тебя так развернуть? Давай, вот так. Вот так. Ну, стреляй, стреляй. Да не по тем стреляешь. О, о. Тут, конечно, пока, когда по нам стреляют, то у нас щит, да, активируется. И, конечно, торчащие из-за щита турели смотрятся, ну, так себе. Давай, сейчас допилим станцию. Нам пробивают, да? Но я не убрал сейчас этот мод на непроницаемые щиты. Поэтому тут немного больно. А этим ребятам мы что-то делаем с лазеров. Мы им даже с передних оружий тут ничего не делаем. Ой-ой-ой, пора валить. Кажется. Кажется, пора валить, да. Болтеры заменим потом на эти. Нормальные, короче, орудия. Болтеры-то уже устаревшие у нас. Жалко, здесь нельзя танкование бронёй сделать, чтобы не было эффекта щита вот этого, да. Ну и, в принципе, у нас в Еве абаддон бронёй танкует, не щитами. Так, кто там, куда? Это орудия, да, как я уже говорил, они чисто декоративные. Потому что для аутентичности. Ну и для дополнительной обороны, для отстреливания мелких тоже как бы пойдёт. Вполне себе. Но основные орудия у нас будут где-то вот там снизу на платформочке. По-любому. Ну хорошо. Пора идти и деньги зарабатывать. Нам... Да, нам в любом случае надо будет огромное количество денег на передние орудия первым делом сейчас, да, заменить. Поставить более серьёзное. И потом собирать потихонечку флот абаддонов. Уж очень хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что мы-то в соло тут играем без какого-либо подкрепления, без ничего. В большинстве случаев. Ну и авианосцы. Понятное дело, что авианосцы это хорошо и эффективно и всё остальное. Но хочется именно с флотом своим поиграться. Мы как раз построили академию. Давайте, кстати, может посмотрим, что там наклонировалось. Может быть новые эти задать. Я не выбрал. А, рассчитывается. Куда? Куда смотреть? А, вон. О, тут бунт. Бунт в академии. Надо было поставить автоназначение. Не хватает лейтенантов, не хватает сержантов. Мораль падает. Но корпуса ещё не это самое. Так, тренируем командиров. Сколько там нам надо? Ой, да много надо, давайте. Вот так. И этих тоже можно поставить. В запас. Лейтенантов тоже натренируем. Корабле плохая мораль. Этот экипаж работает не так, как должен. Может даже уволиться в какой-то момент. Я вам поувольняюсь. Я новых наклонирую. Капитанов тоже можно... Ну, сколько? Десяток абаддонов. Да? Плюс парочка запасных там капитанов. Я думаю, может даже десятки будет много. На десятку эффективных орудий будет набрать очень тяжело. Ну, дорого. Не тяжело, да просто дорого. Короче, надо сюда в любом случае докинуть этих. Где мой абаддон? Бунт подавлен. Все довольны. Клонируются дальше. У нас еще, в принципе, 900 человек есть, которых можно наклонировать. Поэтому давайте поставим еще 909 тысяч. Поставим, например, тысячу вот этих. Тысячу вот этих пока что. Наводчиков, я думаю, нам хватит. Они как раз тут тренируются потихонечку. Да, я думаю, хватит. Пилоты нам не нужны. Охранники, десантники. Что там? 300 десантников тренируются. Давайте еще тысячу поставим. Может быть абордаж посмотрим. Там через серийку другую. Хотя бы одним глазком. Хотя говорят, он очень неэффективный. 100. Может быть, давайте еще 100 добавим. Вот этих вот товарищей. Сколько там? 40. Еще, может быть, 10. И еще там двоих хотя бы пока что. А потом посмотрим. Надо будет собрать полностью один абаддон, по которому я хочу. По его образу и подобию делать корабли флота. И потом посмотреть, сколько ему конкретно надо экипажей. И поставить конкретное число на конкретное количество абаддонов персонала. В принципе, да. Так вот, для этих целей это вполне себе неплохой вариант. Мы тем более можем еще поставить. А, у нас сейчас пару тысяч, да, отсюда выберется. Правильно. Мы можем еще оставить. Я думаю, смело. Пару тысяч вот этих. Пару тысяч вот этих. Сколько нам конкретно этих еще понадобится на всю эту толпищу людей? Непонятно. Ну ладно, потом посмотрим. В любом случае, буду поглядывать за академией, за клонированием. И в следующей серии надо будет собрать основные боевые орудия. Которыми мы будем урон наносить. И основной абаддон у нас уже, в принципе, готов. Пересобрать его, да. И, может быть, к тому времени торговать уже не придется. Надо будет еще пару станций поставить каких-то. Которые, может быть, на автомате будут нам прибыль какую-то приносить. Без там цепочек сложенных. Без чего-нибудь такого, да. Просто чисто ради прибыли дополнительной. Чтобы приток баблишка шел. Пока мы занимаемся всякой ерундой. Но интересно. Я, на самом деле, даже не думал, что меня Вориан настолько сильно затянет. И думал еще там пару серий назад, что вот, да, уже конец. Там мы до центра добрались. Что тут босса убить последнего и все. Но не все так просто. Оказалось, еще много довольно интересных механик. Еще много рандома с производством пушек. Хотя, конечно, можно было построить авианосец давным-давно. И, да, закончить игру. Но мне хочется посмотреть на флоту поддонов. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.